Я не печалься, любимая, ты за руку, прости меня. Ой, что говорится, сейчас спою. Да, сходил я на свою голову в эту долбанную аптеку, но сейчас никому не интересно было. Потому что я расскажу. И все эти старые чувства, которые вот-вот только угасли за три года, снова проснулись, а теперь одерживая себя, чтобы те же детские глупостей не натворить. Которые совершал три года назад. Так, не надо бы это мне. Вот это вот. О, блин, три года назад, короче, все было и снова вернулось. Да, блин. Мне тут просто неудобно все держать в руках и рассказывать что-то там. Не думал, что... И вообще, зачем я зашел? Здесь травмированный, сейчас хожу про маму. И ноги повредил, блин. Все то же самое, вернулось. Не думал, что старые чувства могут вспыхнуть. С той же силой, или даже больше, я думал, с возрастом, наоборот, пройдет. Дело, что уже, потому что не совсем девушка, женщина уже, ну не в возрасте еще, но подрицать не говорю. Ну дело не в возрасте даже. Но она стала для меня почему-то отличной. А может, она для меня стала еще красивее, чем первый раз, когда увидел. А может, она потому что, она же медик, и может, знает там, подруги, все нас советовали сходить там к каким-нибудь стилистам, косметологам, и не знаю к чему. И вообще, зачем это все говорю? А я вот просто думал, зачем я вообще дошел туда? Думал так, для прикола, как и в прошлый, как и первый раз все получилось. Думал, для прикола, запишу просто красивую девушку, надеюсь, все видеогрузки раньше записывал. Я не знал, что так можно заиграться. С чувствами не играет, правильно говорят. Сейчас тут тяжело, чуть не плачу. Слезы сами недавно растут. Тяжело, вообще, но переношу. Уже сколько, 25-го я был? 25-го числа был в гостях у него. Сегодня уже 29-е. Да, кстати, сегодня день города и всех жителей города Тюмень. Да и гостей города Тюмень. Хочу поздравить с праздником. Припрутся, едут. Зачем вы едете к нам в город Тюмень? Все, блин, из-за вас. Хотя, может, я говорю, с судьбой куда-была, зашел туда. Не сидится вам дома, да? Деревенские особенно. Понаедут, блин. Хотя у меня сама мать-то что-то за гирей говорит. Мать из деревни приехала в город. Мне так бы не было меня, кстати. Вот, понаедут, говорю, и сводят нас, мужиков, с ума прямо. Мы как мальчиками встаем. Так, ну что, я все тут поговорил уже. Надо идти оттуда. С природой снова поговорил, чтобы, может быть, стало легче. Ну, не знаю, или на природе, у природы. Не надо было просто изолить наболевшее. Что сегодня за день велосипедистов такой? Одни велосипедисты. Мы раскатались на день города. Кстати, город Тюмень исполнилось сегодня 431 год. Дома сейчас сидит скучно одному. Я и вышел гулять на природу, а на прайдинг я не пойду. Я уже несколько раз говорил, что не люблю массовое скопление народа. Шумные мероприятия. Потому что я такой меланхолик, пессимист, с вечной апатии, депрессии. Ну, такой уж, какой есть. Телец, по знаку, дозеркоза. Мы такие тельцы. Угрюмые, грустные. Но для нас, для нас это нормальное рабочее состояние, настроение. Не каждый поймет. Вот так. Мы не очень-то любим веселиться. В основном серьезные всегда. Это вот мусорка. Караулка. Сам, честно, до сих пор не могу понять, что она наделала со мной. Что девушки делают с мужчинами, блядь. Капец. Тяжело к вам отходить, блядь. Сейчас снова года два-три надо. Не больше я туда точно не ногой. Это шутки, блядь. Это все не шутки, как кажется. Думал, ради шутки просто зайду посмотреть. Думал, вообще там ее не будет. Какого хрена как раз в тот день она опять работала. Снова, блядь. Что за херня-то, блядь. Ну ладно. Это я сам виноват. Надеюсь, пройдет. А то первый раз, говорю, ради шутки записал видео. Что похвастаться, что там с друзьями, когда еще в видеоигрушки играл, там в стрим-канал и всякое было похвастаться, что вот такую девушку. Смотрите, сейчас запишу. А все, эта шутка превратилась в серьезное чувство. Не знаю, влюбленность или любовь сильная, я не знаю. Короче, все дело с чувствами, это не игрушка. Сейчас попробую выразить на своем колхозе. Выразить мысль на своем колхозном языке. Деревенцы так и умеют. Прямо за твой открытой. Да, и стоять всегда честно. Говорю, шутить не умею особо и не люблю. Вот я говорю, что делаю с девушкой. Капец просто. Да шутился, ядь. Так я тут могу сказать. Доигрался. Чтобы я еще туда, на бой. Да нет. Блин, дождь начинается. Как говорится, место даже себе не нахожу. Ну ничего, если первый раз прошло, то и сейчас пройдет. Ну сейчас даже отчет особо спорта не помогает. Да да, по спорту есть. Спорт ушел. То есть, как-то легся, сейчас меньше стал заниматься спортом. Все, что помогает. Ничего забыли, кто думает. В первую очередь, на пути не встречались, а то это победа будет. Это вообще... Кстати, пару дней назад, когда я тут шагал, как раз, на пути посределась, стоит знакомка, девушка какая-то, говорит, молодой человек, там не вас, мужчина, я точно сказал, мужчина, там не вас, кричат. Я говорю, да нет, говорят, нет. Я думаю, что вообще этот знак был в тот же день, не вас там, говорит, кричат, когда я показала, я ничего не понял, особо значения это не придал. Ну вот сейчас, думаю, воспринял как знак, может, я в это особо-то не верю, но... Паренок тут у меня будет присять, по-моему, нужен какой-то стоит вольт. Ладно. Ой, лучше что-то петь напоследок. Например, и на тропинке, и на тропиночке. Мы не повстречаемся с тобой больше. Ой, падающе. Кстати, у подъезда сегодня своего дома Николая Зелинского, где проживает нашего дома. На ее родителей, похоже, увидел, что мужчина в возрасте такой, классоватый, что женщина. Я уже, я имею в виду, женщина в внешности похожа. Я же видел просто фотографии у родителей, той девушки, которую до сих пор видим, она любит на свою голову. Какая интересная. Видел родителей у нее когда-то давно на странице. Допомнил нас, да, но они-то тоже там, они просто похожи были. Отец ее с усами такой, классоватый и мать. И вряд ли здесь куда-нибудь увидимся, потом хочу быть в горе тень, потому что они там в телесо ничего. Так бы я, конечно, побеседовал, так, все бы расспросил. Ну ладно, не будем тут мои замыслы, задумки раскрывать всем, потому что это личное. Я вообще думаю, зачем все это, я так говорю. Если это личное, это вообще не должно обсуждаться, это только между нами должно обсуждаться. С любимым человеком. Я сейчас взрослею и начинаю задумываться, зачем я это все делаю. Это все неправильно. Наверное, у меня, я тут, наверное, ходил на прием, сказали, все нормально с головой, и к неврологам, и к психологам, и к кому только, к психотерапевтам, к психиатрам. Все нормально, и все снимки, и все делали обследования, и все нормально у вас с головой. А тут такое чувство, что как шизофреник, разговаривает сам с собой. Ну, это просто монология одинокого человека, видимо, на его камеру, раз, не с кому больше поговорить. А так, абсолютно нормально все с головой сказали. Работать можете. Видимо, просто... Видимо, в творчестве просто не одиноко. Хотел бы чем-то заняться. А так вот оно помер, наверное. Так что, это только и спасает. Ты похож чем-то на отца этой самой Кати. Не знаю, что еще надо. Глазами и... Ну, правда, усов нету, но можно отразить. Ну, зачем вот, правда. И не усоватый, что-то, фу-фу, слава богу. А так, похож. Глазами, прической, лицом. Сейчас, сказав, похудел, особенно. Все говорят, девушки же подбирают себе мужья, мужчин, похожих на отцов. Ну, видимо, они всегда так. А по характеру-то я не знаю, еще и отца-то, но вряд ли по характеру они похожи. По внешности что-то общее есть, да. Общее похожее, да, есть. А, конечно, вот съездить, что ли, все-таки, вот это садовое, так и манит меня за съездить. Село садовое, Курганское область, Китовское районное. Когда-нибудь я все-таки исполню данную, данный замысел, мечту, да. Но просто, вот опять просто, говорю, позаписывать на видеопамять, что-нибудь для села, природу там. У моей матери ее, кстати, глаза очень-очень красивые, как и у нее самой голубые, цвета синего-синего моря. Так, наверное, выражусь. Потому что можно утонуть. Как вот увидел я ее, утонул лицо. А в ее бляде сразу потеряю. То есть, вот здесь. Скорее всего, вряд ли мы пара, так что я это все понимаю. Она такая образованная и все умная. А я кто, блин. Не образованная не учится, да что ей. Среди ее, блин, что не учился в свое время. Совсем не пара. Блин, простой дворник. Колхозник, и она... Ну, она тоже, конечно, из деревни, но, блин, она... Она как из высшего общества уже стала. Девушке из высшего общества. Трудно девушкам из высшего общества, трудно избежать одиночества. Это я сказал тому, что надо по себе выбирать. А то у нас разный круг друзей, общения, интересов и так далее. Что-то я все понимаю, принимаю, а то знаю прекрасно. Вот это. То есть, получается, мы абсолютно разные люди. Как же это я все понимаю. Вот тяжело, но терпимо. Можно перетерпеть, думаю, пару дней, месяцев и пройдет снова. Снова нахлынуло, особенно, блин, по вечерам. Это чувство. Если бы не творчество, я вообще... И не мои, там, если бы я покупал для занятий физической культурой и спортом всякие снаряжения, если бы не все это... Не знаю, как бы и пережил. А так хоть отвлекаясь, это все правда. Все серьезно. На творчество, спорт, на работу и время не остается, чтобы вырастить. Не отрицаю, возможно, все проблемы у меня из-за того, что занижена немного самооценка. Возможно, даже немного с детства. И надо над этим работать. Я с возрастом начинал об этом задумываться. Что, возможно, все беды как раз-таки самооценки и так далее. А это все отговорки остальные, что не пара, да, не созданы друг с другом и так далее. Хотя тут тоже надо думать. Все-таки, действительно, это разное у нас образование и все. Так что, круг знакомых, интересов и так далее, это все надо учитывать, естественно. Если, тем более, собираешься семью построить, там, я вообще так говорю образно с кем-то, то это вообще все надо, конечно, как-то, наверное, учитывать. У меня вот еще никогда не было просто даже опыта, поэтому даже не знаю. Все надо задумываться, вдумывать. Это все не, короче, в общем, не просто так, да. Особенно для девушек важно сейчас, как, ну, для них это важно. Для нас мужчин главное, например, семья, завидеть детей. Все, ну, для них тоже, но у них еще есть и такое, раз они сами, например, сейчас я скажу, о, например, если следят за собой, хорошо там, выглядят и так далее, и знакомые у них такие же хорошие, то как, например, они неопрятного мужчину предстают перед знакомыми, вот это же она учитывает. Ну, например, вот, если даже мой статус взять, ой, 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 девушку, которую я полюбил, например, образованная и все, и умная, да, и сидит за собой, и все просто, ну, супер вообще, красотка, а я такой дворник, лохматый весь. Как она представлена? Да никак. Вот видите, вот это все на очереди, к примеру, например. То есть нужно соответствовать. Ну, это тоже вот подстраивается под кого-то, не каждый привык. И важнее эта семья, конечно, не то, что как там подумают о тебе люди, а о тебе люди, знакомые там, с которых летать через несколько лет уже и не будет, что им, да, друзья и предают, и все, а семья это навсегда. Я был так уже. То есть важнее это только с любимым человеком, а все остальное, то, что о тебе подумает, то мы так подумаем, что они, 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 она с такой, на самом деле все второстепенно. Ой. Короче, то есть, в общем, по идее семья должна быть в приоритете, то есть превыше всего, так сказать, все остальное второстепенно. Кто там, что люди подумают о тебе, о вашей семье? Это не должно заботить, волновать. У меня окружающих, конечно, тоже важно, но не настолько, что важнее семьи быть. Семья на первом месте, в любом случае. отношения, ну, она как-то так, должно быть. Так, ну, я считаю, так и должно быть. Так правильнее, вот. Ну, она, что-то это заболтался. Опять, снова, ну, такие вот мысли. На сегодня были, в день города, очередные размышления Игоря Петровича, так сказать. А вот когда во время размышления, я говорю, если долго подумаешь, приходишь к истине. В ходе каких-то долгих, длительных размышлений, умозаключений, приходишь к какому-то умозаключению, точнее, к какому-то итогу, к умной мысли, так сказать, в ходе вот таких вот, примерно, размышлений. Или как у меня монологи вслух, размышления или монологи, ну, они же мысли вслух. Банально не звучало, как все говорят, ой, я бы такую девушку на руках всю жизнь носил. Ну, такой, как Катя, голубоглазый, так, возможно, точно хорошую формировку носил бы на руках. Если поднял, сейчас немножко запустился, если раньше приходил к таким здоровым к ней, жирным, то сейчас, наоборот, пришел к скелетам, запустился, запустился. Она так скептически посмотрела на руки, на все, сейчас девушки же смотрят первым делом на руки, как известно, а потом на все остальное. Я подумал, а что за дохляк? Я тут даже, кстати, сегодня прикупил снова, хоть себя немножко формом провести яйца, давно не ел и рис черный, и бурый, а черный, да, каргавый рис, бурый и серый, точнее, рис нешлифованный. Ну, я же опыт уже, так сказать, есть. Как себя форму приводил, то порастерял, даже самому стыдно за себя. Возможно, вот, для чего встреча и нужна. Нужна была, чтобы форма себя прести. Я не знаю, что-то у меня уже меньше стало стремления к физическим нагрузкам по всему этому. Раньше, если я ушел в спорт, то сейчас даже не знаю, как-то все не так. Возможно, для этого встреча нужна была. Но это, опять-таки, как-то не красиво, вообще, вы этому говорите неправильно, товарищ о себе. И для этого, наверное, встреча была нужна. Ой, я не знаю, для чего, вообще-то пошел. После такой каждой встречи только сложнее становится. Вот больше, наверное, туда не ногой надо. Что, как мне кажется, все равно той девушке, если у нее там более есть отношения и какой-то молодой человек, то ей все равно до того, что я делаю, чтобы я не делал все напрасно, так что какой смысл тогда. И, возможно, все равно до моих чувств. Ну, может, так нельзя говорить, конечно. Не все равно это с двух сторон это слово, что все равно, что такая апофидистка, но она же нет. На самом деле, я вообще плохо знаю, потому что она добрый человек. Так что это неправильно будет говорить, что все равно дает чувств. Может, не все равно до моих чувств. Но так как она состоит в других отношениях, у нее другой мужчина, то она на меня, естественно, никакого внимания не должна обращать. И это правильно. Так я понимаю сам. Внимание, ну, ладно. Хватит о себе. Всем, наверное, и так надоел своим нытьем и жалобами. Уж извините. Вроде взрослый дядя такой, 34 года, а жалуюсь. Кстати, вот мои переломанные пальцы на ноге. Тому доказательство, что нельзя лезть в чужие отношения. Бог так все видит, как говорится. То есть, как говорится, хороша Маша, да не наша. Не лезь к чужому. Не твое, не лезь, так сказать. Что ли. Вот. 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 Хотя это все, конечно, все эти травмы и все только подстегивает заниматься и так далее. В никаком случае не останавливает. Хотя хотелось бы, конечно, поменьше таких травм. Бывает и серьезнее намного. Какие-то травмы, наоборот, на некоторых людей не останавливает, только подстегивает, чтобы заниматься еще усерднее. Кстати, эта травма-то получилась, как в фильме, в том, упал, а, шел, упал, очнулся, гипс. Примерно то же самое тут. Надо же было дождь, что-то там, дождю полить, что-то в том день, когда посетил ту аптеку, блин. Ну, ладно, все, хватит-ка в одном, потому что там споткнулся, об асфальт, говорю, это равно получил. Пальцы переломал. Ноги. Ай, ладно, хватит, фиксировали. Закрытый перелом, перелом пальцев, что-то типа этого большого пальца. А еще говорят, травму мужчину украшают, ну, не знаю, сомневаюсь, что-то. Или это про синяки, так говорят, тоже не помню. Кстати, про синяки, ай, про алкоголь и все это. Мне уже говорил, коллеги по работе, говорю, ты пил был, давно бы уже женился. Я говорю, трудно будет, тяжело в жизни, если ты не употребляешь спиртное. Я с детства просто не привыкл спиртное употреблять ни разу, даже опыта нет. Ай, не хочу начинать. Знаешь, что если организму что-то понравится, то она это подсаживается. С детства не пытался даже курить, не пить спиртные напитки, так что я не хочу начинать. Это к хорошему горит, а организм быстро привыкает, как и не к нехорошим. Вот к таким вот привычкам, пагубным годом. У меня от курения дедушка умер. Я уже не раз рассказывал, что и дядя. Вот недавно, день моего рождения, буквально, умер родной дядя и дедушка, родной дядя Миша из села Казанского и деда Глеб, любимый мой, царство ему небесное, тоже из села Казанского Тюменской области. Умер именно от курения задыхался последние годы своей жизни. на кислородных баллонах в больнице за ним бабушка тот же Зоя Мистерона царство небесное ухаживала последние годы. И я сколько раз его навещал в больнице, было тяжело было это смотреть. Люди от курения умирают и последние годы жизни это просто мучение по-настоящему. Так что даже лучше и не начинать курить ну ладно хватит банального вот мы о здоровье и любви поговорили снова о чем только не поговорили. Так сказать порассуждали сегодня на такие важные темы в жизни поразмышляли но сегодня надо заканчивать. Всем спасибо за просмотр то что слушали меня тем кому было интересно всем кому не интересно проходите мимо ладно всем пока и спасибо с вами был Игорь на следующих видеороликах все таковые будут нет так нет жизнь и время покажутся и моя бабушка тоже работала в больнице в той же куда и дедушку положили поэтому там и ухаживала за ним тоже была связана с медициной в Кобол жила вот такие вот совпадения ну ладно все хватит уже утомил на всех вообще конечно она еще тянет к этой девушке что поделать любовь и красота это сильные вещи любовь и красота это страшная сила ну ничего я думаю поборю уже ведь не первый раз первый раз поборол чувство развеялось за пару месяцев или лет даже хотя я не помню отпустило со временем полегчало и сейчас не должно время лечит его да понял вот я туда сходил как раз таки проверить свои чувства блин казалось еще и есть блин вот так еще остались к сожалению или счастью даже не знаю как сказать вот блин может еще и в старости наведаю что проверить чувства но я не знаю надо старости еще дожить так скажем 50 лет зайду туда я эту девушку всегда и везде найду и узнаю это уж точно теперь это уж точно я проверил вот так так что вот можно через старости наведать где бы она не была я сказал эту девушку чувствую как в предыдущем видео рассказал чувствую где бы она ни находилась мне даже не надо никого будет спрашивать всегда ее найду проверим свое чувство может быть еще в старости не знаю время покажет ну ладно все она точно заканчивает у меня дело много накопилось то я все болтаю да главное я узнаю девушку из миллионов потому что она незабываемая все у меня что-то понеслось сегодня праздник день города надо заканчивать всех еще раз гостей жителей города тюмень с нашим общим праздником днем города тюмень сегодня 29 07 2017 года городу тюмень исполняется 431 год 17 ой 29 июля 2017 года